С наступающим, YouTube! Уже решили, какой челлендж поставите перед собой в новом году? Выполнить проект 365 дней, фотографировать ежедневно, бросить курить, сесть на диету, либо накачать бицуху. Ну, или, к примеру, стать блогером. Почему бы и нет? Я уверен, многие из вас задумывались о собственном канале на YouTube. И это хорошая идея. Я очень жалею о том, что не начал вести YouTube раньше. Моему каналу уже 5 лет, но регулярный контент и рост начался лишь в марте 2020. И если вы чувствуете, что вам есть чем поделиться с аудиторией, не тормозите, как я. Начните 2021 год с амбициозных свершений. В преддверии Нового года я подготовил для вас парочку видосов. И оба они будут о YouTube. Сегодня мы поговорим о монтаже видео. А в самый Новый год я поделюсь с вами видео, о котором расскажу чуть больше о себе. Такое видео-сюрприз. Камин-аут. Я снимаю на Nikon. В общем, я покажу тебе всю подноготную свои фотографии. А сейчас вернемся к теме ролика. Монтаж видео для лентяя за 10 минут. Поехали. Вообще, я монтирую видео в Final Cut Pro X. Потому что это быстро, просто и легко. Но лицензия стоит 30 тысяч рублей. А я работаю только на лицензии. Такой пунктик законопослушного гражданина. И я на 100% уверен, что не каждый начинающий блогер согласится покупать лицензию за 30 кесов. Когда-то давно, лет 5-6 назад, я работал в ломаных программах. И Adobe Premiere, и тыкал DaVinci Resolve. Но все эти программы очень сложные, в которых нужно реально сидеть и разбираться. Несколько дней, недель, за которые вы просто перегорите и забросите изначальное дело. Помню, так перегорел при изучении Cinema 4D и Blender в начале пандемии. Потратил на изучение несколько недель. В результате, где этот мастер 3D скульптинга Густарев? В общем, касаемо монтажки. Если вы хотите вложить, влагунить... Влагунить... Ты думаешь, есть такое слово? Влагунить. В самом начале нам нужна программа, которая позволит реализовать монтаж видео без напрягов. И сегодня я расскажу о простейшей проге, с которой начинал вести свой уютный канал. Простой, а главное, недорогой видеоредактор Movavi. Да-да, не угорайте. Первые ролики на YouTube были смонтированы именно на него. И даже сейчас у меня остались недомонтированные проекты. Один из которых я вам покажу. Прямо сейчас. В который раз убеждаюсь, что идеальные объективы для селфи — это широкоугольные объективы. Сейчас я снимаю этот видеообзор на объектив Sigma 14 мм f1.8. И он реально широкий. Сейчас я нахожусь в Австрии, в Хельштадте. Это классный-классный городок. Очень маленький, который я обошел буквально за, ну, где-то 2 часа. И здесь огромное количество очень-очень крутых видов. И все это я отфотографировал именно на этот объектив. Небольшой обзорчик. Поехали. Для начала можете скачать пробную версию. Потыкаться, разобраться, что к чему. На это у вас уйдет минут 15-20 от силы. За простоту в свое время я и влюбился в эту программу. Поставь обязательно лайк, если тебе интересно посмотреть обзор на этот объектив. Я его демонтирую и обязательно выложу на канал. Итак, давайте разбираться, что же умеет Movavi Video Suite 21 новенький. Сейчас Movavi обновился, и на главном окне вы увидите достаточно богатое обилие различных инструментов. Во вкладке «Видео аудио фото» вы найдете соответствующие модули. Но нам важна первая. Тут и полноценный редактор видео, функциональный конвертер, который позволит перегонять форматы без потери качества, и крутой скрин-рекордер с пластичной настройкой. Не могу не отметить, что во вкладке «Дополнение» есть много полезных ништяков. Футажи со стоковыми видео, музыкой, тайтлами, переходами. Как платными, так и бесплатными. Обучающие уроки, сообщества. В общем, покопайтесь сами. А мы переходим к редактированию видео. Создаем новый проект. И здесь мне очень нравится простота и минимализм. Всего три рабочих зоны. Таймлайн, где мы будем нарезать клип, экран и область со всеми свойствами. Открываем проводник, цепляем нужные нам файлы и просто перетаскиваем их на таймлайн. Кстати, если вы работаете с 4К-разрешением на слабом компухтере, чтобы ничего не тормозило, предварительно можно прогнать файлы через конвертер до Full HD-разрешения. Давайте теперь добавим музыки. В треке есть вступление. Это видно по сэмплу, которое я замонтирую чуть попозже. Сместим наш видеоряд вправо на начало основной музыкальной темы. Хм, не выходит. Ах да, слева есть крутая кнопка, которой так не хватает другим программам. Нажав на нее, ваша видеодорожка не будет смещаться влево. Спокойно тянем ее вправо. А далее, прослушивая музыку под сильные доли, я нарежу видео. И здесь есть еще одна крутая фишка, которая облегчит нам процесс поиска битов. Кликаем правой кнопкой мышки на треке, инструменты, распознавание битов. Клац. Анализ трека. И теперь у нас появляются маркеры, по которым мы можем ориентироваться. Уменьшим минимальное расстояние между битами. Теперь маркеров больше. Для полного контроля, конечно, можно и поднапрячься. И проставить маркеры вручную. Выбор за вами. Но давайте я вам покажу, как делаю это я. Врубаю трек, закрываю глаза. И, слушая бит на каждую сильную долю, в режиме реального времени ставлю маркер через сочетание клавиш Command-M. После расставления маркеров дотягиваем каждый из них до амплитудных сэмплов. Далее зумим таймлайн и режем видео под подставленные маркеры. Нарезается видео, кстати, через комбинацию клавиш Command-B. Ну, либо Ctrl-B, если вы работаете на винде. После нарезки я удалю встроенный в видео ряд звук. Выделяю все треки, ПКМ, открепить аудио. И удаляю их из проекта. Готово, быстренько проверим, что вышло. А теперь настало время эффектов и переходов. Благо дело, их тут море. Сверху слева, в первой вкладке, вы можете взять в проект стоковую музыку и видео. Во второй вкладке находятся фильтры. Далее переходы, тайтлы, наборы стикеров и глобальные свойства трека. На все свои треки я перекину отражение картинки слева направо. И добавлю немножечко черно-белого шума. Ну, только не так сильно, надо немножечко поправить. Клацаем на звездочку в начале трека и опускаем добавление шума примерно до 2%. Я думаю, этого будет достаточно. И здесь же можно удалить ненужные фильтры, просто нажав на крестик. Но вот, к примеру, отражать автомобиль я не буду, поэтому выделю клипы с машиной и удалю из них отражение по горизонтали. А на самолет оставлю. В Моваве вы также найдете различные варианты лутов, которыми можно разукрасить свое видео. Давайте накинем на проект этот лут. Ну, смотрится достаточно неплохо. Единственное, цвет в машине получил слишком теплым. Исправим это. Выделяем кадры с машиной, идем в продвинутую цвет коррекцию, немного поднимаем яркость и уводим баланс белого в холодный. Так все выглядит просто идеально. Теперь давайте создадим интро. Заполним пустоту в начале кадра. Я воспользуюсь бесплатной библиотекой. Открываем тайтлы и в первой вкладке выбираем нужную заставку. Ну, давайте, к примеру, возьмем вот эти крутые искры. Смотрятся они здорово. Кидаю их в начало трека и обрезаю звуковую дорожку в центре вступления, потому что там, ну, достаточно много ненужного пространства. В начало также кину небольшую черную подложку. Давайте посмотрим, что у нас получается. А вот чтобы текст не исчезал раньше времени, двойным кликом по заставке вырежу текст внутри и вставлю его в тело проекта, дополнительно его расширив. Ну и давайте его как-нибудь назовем, типа Review Sigma от 14 мм F1.8 Art. Создаю новую дорожку для аудио и скидываю музыкальное вступление вниз. Мне нужно сгладить звуковой переход, поэтому поработаем с громкостью. Двойным кликом на сэмпле мы ставим ключевые точки. Создаем угасающие и восходящие, пересекающиеся на таймлайне области. Вуаля, готово. Теперь давайте вставим мой фейс. Дополнительно накинем Transition. Вот глич тут смотрится вполне неплохо. И приглушим немного фоновую музыку, также создав ключевые точки на музыкальном треке. Также я хочу вставить динамичную фотографию, пока болтаю. Кидаю фоточку в конце клипа, перекидываю ее на новую дорожку поверх основной, масштабирую и накидываю еще один глич Transition в начало и в конец фотографии. Далее мне хотелось бы добавить кадру анимации. ПКМ, инструменты, анимация. Можно выбрать из простых, но я нарисую свою, более продвинутую. Определяем начальное и конечное положение фотографии и растягиваем ключевые точки друг от друга. Готово. В который раз убеждаюсь, что идеальный объектив... Вставлю в конец еще один клип. Как видно, снимал я без стаба. Но это и не проблема. ПКМ на клипе, инструменты, стабилизация. Стабилизация окей. Выбираем силу правки наших дорожащих рук и клацаем стабилизировать. Готово. Теперь видео плавное. Закину еще в конец небольшой призыв поставить лайк этому видео. Только хромакей удалю. ПКМ по клипу, инструменты, хромакей. Пипеткой выделяю зеленый цвет и жму применить. Готово. Погнали экспортировать проект. Жмякаем сохранить и выбираем нужный нам формат, который в свою очередь вы также можете пластично настроить. Вуаля. Для профессиональной работы с грейдингом видео, работы с масками, сложными трансформациями и созданием собственных транзишенов в Муававе, конечно, не подойдет. Тут вам After Effects, DaVinci Resolve, Motion, помощь. Но на их изучение нужно всадить как минимум месяц. Муававе же крута для начинашек, именно своей простотой. Интуитивно понятному управлению и вполне достаточному функционалу для влога. Сняли, перекинули, нарезали, дропнули транзишен, видео готово. Можете убедиться сами, скачайте trial-версию, потыкайте. И если все понравится, можете смело приобретать. А используя промокод movavi2021, вы получите скидку в 20%. Ссылки оставлю в описании. А на этом у меня все. Встретимся уже на Новый год. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, мне будет приятно. И с наступающим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok